Это тот случай, когда за работой можно смотреть бесконечно, но не потому, что другие трудятся, а потому, что раньше в Покровском городке об этом могли только мечтать. Елена Волкова живет здесь 63-го года. Еще лет пять назад населенный пункт находился в собственности Минобороны. Перемены начались, когда его передали на баланс муниципалитета. Перебои в подаче электроэнергии тоже остались в прошлом. Сейчас полным ходом идут работы по благоустройству. Народные тропы к середине июня заасфальтируют. Бортовой камень уже установили. Щебеночный слой тоже уложен. Местные жители говорят, не хватает только дополнительных парковочных мест. Просто что нужно сделать? Присчитать количество машин здесь вечером или рано утром. И на каждую машину сделать парковку. Все, нет проблем. И какие-то еще карманы сделать для гостевых. Тем более, что территория позволяет это сделать. Отдельное пожелание главе округа – разобраться еще и с ливневкой. В дождливую погоду и в межсезонье. Во дворе лужа. Здесь она разрушена, она не забита. С подальщиком проговорили. Перекладывали. Да, будем перекладывать вот этот кусок 20 метров. Детская площадка – точка притяжения не только для местных девчонок и мальчишек. Покататься и полазить сюда приезжают и из соседних поселков. Вот только вандалы повадились портить элементы городка. Давайте попробуем посчитать с ветром скука. Будет стоит поставить камеру и подтянуть сеть. И закроем тогда этот дворик уютный, ведем наблюдение. Тогда, может быть, и вандализмом будет хорошо, если полиция будет видеть. Также предстоит посчитать, сколько будет стоить создание здесь современной спортивной площадки, где твора любят играть в футбол. Только пока условия для игры не самые комфортные. Продолжение следует...